Как думаете, что это или для чего это нужно? Куча металлолома из какой-то игры? Нет, это модель первого лампового компьютера, который мог выполнять до 5000 сложений в секунду. И за это время вы получили небольшое количество зрительной и звуковой информации. Информация является основным понятием информатики. Есть различные виды информации. Зрительная, звуковая, обонятельная, тактильная, вкусовая, текстовая и так далее. И всю эту информацию нужно как-то хранить. Но одно дело хранить информацию у себя в голове, а другое передавать ее, преобразовывать различные форматы. Задачи накопления, обработки и передачи информации стояли перед человечеством на всех этапах его развития. Для этого использовались различные способы кодирования информации. В древности информацию хранили на скалах, камнях. Сейчас же огромное количество информации вмещается маленькую флешку или карту памяти. Современные средства хранения информации это всем знакомый нам компьютер. Это электронная машина, которая работает с сигналами. Компьютер может работать только с такой информацией, которая может превратить в сигналы. Если бы люди умели превращать сигналы в вкус или запах, то компьютер мог бы работать и с такой информацией. У компьютера очень хорошо получается работать с числами. Он может делать с ними все, что угодно. Все числа в компьютере закодированы двоичным кодом. То есть представлены всего с помощью двух символов. Это единичка и нолик, которые легко представляются сигналами. Но что это за двоичный код и откуда он взялся? Первые ЭВМ, то есть электронно-вычислительные машины, были ламповыми машинами. В основе их работы лежали электровакуумные лампы. Эти компьютеры были размером с вашу спальную и содержали около 17 тысяч лампочек. Каждая лампа, если горела, давала единичку. Если не горела, то нолик. И на этом принципе работали транзисторы и уже микросхемы. Перечисленные элементы четко распознают только два состояния. Включено или выключено. Есть сигнал или нет сигнала. Для того, чтобы закодировать эти два состояния, достаточно всего двух цифр. Это 0 и 1. То есть есть или нет сигнала. Один двоичный знак 0 или 1 называется бит. Бит представляет наименьшую единицу информации. Однако компьютер имеет дело не с отдельными битами, а с байтами. Байт это число из 8 бит. То есть различные комбинации из 8 нулей и единиц. Байт является единицей измерения информации. Последовательностью битов можно закодировать текст, изображение, звук или какую-либо другую информацию. Такой метод представления информации называется двоичным кодированием. Разберем, как можно закодировать каждый из этих типов информации. И начнем давайте с музыки. Чтобы перевести цифровую форму музыкальный звук, можно применить такое устройство, как аналоговый цифровой преобразователь. Он из входного звукового сигнала выдает последовательность байтов, то есть цифровой сигнал. Обратный перевод можно сделать с помощью другого устройства. Это цифроаналоговый преобразователь. И таким образом воспроизвести записанную музыку. Но на самом деле роль преобразователей в наше время выполняют специальные программы, которые есть у нас на компьютерах. Поэтому при использовании компьютера надобности в таких устройствах нет. В виде кодов хранятся и изображения. Если посмотреть на рисунок с помощью увеличительного стекла, то видно, что он состоит из точек одинаковой величины и разных цветов. Это так называемый растор. Координаты каждой точки можно запомнить в виде числа. Цвет точки — это еще одно число для последующего кодирования. Эти числа могут храниться в памяти компьютера и передаваться на любые расстояния. По ним компьютерные программы способны воспроизвести рисунок на экране монитора или напечатать его на принтере. Переходим к текстам. Текстовая информация обрабатывается похожим образом. При вводе в компьютер каждая буква и каждый знак — это цифры, знаки припинания, пробел, математические знаки — кодируются так, чтобы один символ занимал один байт, то есть 8 бит. А при выводе на экран монитора или на принтер по этим байтам заново воспроизводится соответствующее изображение символов, текста, понятное человеку. Таким образом, компьютер может обрабатывать только информацию, представленную в числовой форме. Вся другая информация — это звуки, изображения, показания приборов и так далее — для обработки на компьютере должна быть предварительно преобразована в числовую форму при помощи соответствующих компьютерных программ.